Глава 50. Шумный. Много материалов и историй пропадает, не засунешь же все в одну книгу. Вот допишу эту и посмотрим. Может, стоит написать более развернутую версию. А пока шумный. Человек, немало сделавший для нашего общего дела. Наш с горшком большой друг. Познакомились мы с ним после очередного нашего феерического выступления в клубе Там-Там, отыгранного мощно и впечатляюще, как обычно, с драйвом и малой толикой безумия. Он вышел на сцену после концерта и сказал в зал «Король и Шут – великая группа». Так мы и подружились, потому что он полностью разделял наше мнение о Короле и Шуте. Разговорившись, мы пошли вместе к метро, и как только спустились вниз по эскалатору, он предложил стать нашим директором. И это было круто. Да, шумный оказался чрезвычайно продвинутым и образованным в плане панк-рока человеком. Мало того, у него была хорошая коллекция аудио и видеокассет панк-музыки. Я уже говорил, что он однажды поставил какой-то панк-сборник, где мы и увидели прикольную песенку «Вагабонс» группы «Нью Модел Арми». Много позже Горшок позаимствовал оттуда музыку для песни «Северный флот». Но не будем отвлекаться. Так вот, шумный имел приличную по сравнению с нами работу. Он вел музыкальную передачу «Лестница в небо» на 36-м датиметровом канале. Канал этот ни у кого из нас не ловился, но все равно было приятно. Кстати, впоследствии шумный не раз и не два снимал нас для своей передачи, брал интервью и вообще всячески продвигал. А как-то позвал меня и говорит «Приходи, Шура, передачу будем снимать о панк-роке». Он накидал мне текст, и я отснялся несколько раз на фоне «Зеленого полотнища». Рассказывал про историю панка, историю разных групп и прочие астралы. Сам я потом этой передачи не видел, но не отказался бы посмотреть. Если у кого случаем завалялось, присылайте в нашу группу архивов. Однажды шумный приходит и толкает перед собой такую телегу. «Давайте клип снимем на песню «Шар голубой». А для этого перед концертом в полигоне вы предупредите зрителей, что будет съемка клипа и сыграйте «Шар голубой» несколько раз подряд. Под фонограмму, естественно. Я это действие сниму на камеру, а потом смонтирую. И счастье наступит. Так мы и сделали. Собрался народ. Горшок толкнул речь, мол, так и так съемки, простите, что под фонограммы. Нам надо и все такое. Начали. Херак, херак. Поручик вылетел из ритма. Еще разок херась. Сбился. Завели снова. Ёпс. Убежал вперед. Короче, бросили мы это дело. А поручик потом год или два гордился. Смотрите, какой я крутой. Под фонограмму играть не умею. Да и никто из нас не умел. Но шумный совершенно не расстроился. После концерта он вышел на сцену и заявил, что такого-то числа в такое-то время приглашаются девушки для съемки клипа «От женщин кругом голова». Идея у него была такая. От предыдущей работы остались забракованные куски видео. И если доснять девушек, то можно смонтировать клип. И вот в условленный час во дворе 36-го канала на Петроградке собирается стайка прелестных девушек, которые, обратите внимание, притащили с собой красивое платье и прочую косметику. Вылилось все, конечно же, в тотальную пьянку. Нет, девушки снимались очень активно, но все музыканты от безделья, они ведь в съемках не участвовали, увлеклись смешиванием коктейлей, расстановкой акцентов. Помню, как после съемки мы чуть не кокнули камеру, поэтому решено было ее убрать, чтобы не мешалось. А потом все переместились в уютный летний дворик с заросшей акацией и жимолостью. Потом девчонки почему-то бегали в парадное переодеваться. Через какое-то время шумный смонтировал клип и назначил просмотр у себя на удельной. Я опоздал и поэтому ничего не увидел, а горшок работу забраковал. Я помню, еще удивился, ведь любой клип лучше, чем ничего. Что там не так? Да так, просто поверь мне, Шура, сказал горшок, и я поверил. Лет через десять, кстати, я посмотрел этот клип, и мне он тоже не понравился. Но космическая ценность Шумного была не в том, что он был наш единочаятель, а в том, что он безропотно взвалил на себя всю нелегкую административную работу. А ее, поверьте, было немало. Ведь каждый, нет, ну реально каждый, встречный и поперечный хрен, будь то организатор концерта в клубе, фестивале, аль еще какая шишка в прессе, старался сделать нам какую-нибудь бяку или наколоть на бабки. Причем зачастую не по злобе, а так. Исключения были, но крайне редко. И вот в борьбу с этим неизбежным злом и вступил рыцарь Шумный. После того, как мы пропели Ассанну его светлой стороне, пытливый читатель, конечно, задастся вопросом. А с какого недобитку мы тогда расстались? А вот с какого. Когда мы собирались у Шумного дома, бывало, что и с ночевкой, он любил рассказывать байку про директора Лед Зеппелин. Когда группа приехала на американские гастроли, им предложили 15% от сбора, как всем. А директор сказал, нифига, нам нужно 90. И до завтрашнего вечера в гостинице мы будем, а потом улетим обратно в Англию. Если передумаете, звоните. Естественно, промоутеры позвонили. Это была победа Зеппелиновского директора. Не знаю, насколько все это правда, но Шумный был фанатом этой истории, и я не раз ее слышал. Мы все, конечно, соглашались. Директор нагнул Толстосумов и принес группе много всего вкусного. Плохо ли? Но российские реалии были совсем другими. Мы задыхались от невостребованности. Один раз ездили в Череповец, несколько в Москву и Минск, и все. Никакой вины Шумного в этом нет. Нас, правда, никуда и не звали. А мы не навязывались. Тут еще Шумный совсем перестал жалеть себя в плане алкоголя. И чтобы хоть что-то происходило в плане административном, Горшок попросил меня взять на себя часть его функций. Просто чтобы наше общее дело продолжалось. Шумный по-прежнему был нашим директором, участвовал в общих расходах и получал равную со всеми долю. Но нашим первым сольным концертом в ДК Шелгунова уже рулили мы с Яхой. В ДК Горького тоже. Когда мы замахнулись на дворец спорта «Юбилейный», Шумный зашел пару раз на СП-концерт, но не нашел себе достойного применения. Когда стали звонить с УРТ, он даже не удосужился сказать нам об этом, а ждал, пока они сами к нему в Питер приедут. Примерно тогда же он безумно влюбился в прекрасную девушку и уже ждал рождения первой дочки. Так что нашему романтику было совсем не до группы. И хоть мы и расстались, но до сих пор сохранили теплые и дружеские отношения. Последние 10 лет он успешно работает с группой ДДТ. И я очень рад, что сейчас он жив и в добром здравии. А не так давно шумный отрыл и переправил мне в Калифорнию на реставрацию целую коробку аудио и видеоматериалов, которые мы выкладываем для бесплатного ознакомления в нашей архивной группе в интернете. А, вспомнил! «Вагабонд» — это название «ботинок». Дело было в Москве. Играли мы в замечательном клубе «Не бей копытом», где арт-директором работала прекрасная девушка Лина. И вот перед концертом внезапно нас повезли на какой-то склад и выяснилось, что на наших афишах стоит логотип «Вагабонд». А это фирма, которая производит ботинки. Нормальные, кстати. И каждому из нас полагается бесплатная пара. Приятный сюрприз! Я взял себе гады с самой толстой подошвой. Жили мы очень небогато. Это было неплохим подспорьем. Отделили всех музыкантов группы. А ренегата, как сессионника, нет. Он тогда иногда с нами выступал, играл на гитаре. Но членом группы не считался, потому что был в кукрыниксах. Тогда он включил молдаванина и стал демонстративно расстраиваться. Никто из «Вагабонд» не повелся. Зато добряк Горшок отдал ему свои боты. Шикарный жест. Обещал я рассказать о видеокнижке на Манежной площади. Шумный договорился с хорошим парнем по имени Игорь Черномор о нашем выступлении на Манежке в рамках чего-то там против наркотиков. Наше выступление Шумный снял и смонтировал. По-моему, в одно жало. То бишь, самостоятельно. Он же придумал назвать это официальным бутлегом, чтобы легче было отбрыкаться от всяких шакалов типа курицы и прочих. Чтобы закончить главу о Шумном на мажорной ноте, попробую вспомнить, какие еще подвиги за ним числятся. Шумный сделал нам видеоклип «Камнем по голове». Он снимал почти каждый наш концерт и совал это куда только мог. Договаривался об эфирах на радио, причем часто по бартеру. Например, нас приглашают в авторскую программу на радио «Балтика», а он рекламирует эту передачу у себя на 36-м канале. Шумный через милую барышню Алену Веслякову договорился, что нас снимут в живой коллекции, о которой в другой раз. Или Алена была из программы «А». Не помню. Вот, что барышня была милая, помню точно. Шумный вписал нас в эфир на радио 101, где правили Валера Жук и Саша Устинов. И на радио «Катюша» к Гене Бочинскому, а потом и к Илье Бортнюку. Кстати, с Бочинским была смешная тема. Когда радио «Катюша» накрылось, он стал делать передачу о «Роке» на радио «Модерн». И на первый же эфир пригласил Горшка. Тут передачу и закрыли. Шумный пропихнул наши клипы и песни в московские сборники «Панк-революция» и «Железный марш». Шумный вписал в Питере в ДДТ-шный фестиваль группу «Тараканы», за что те по бартеру организовали нам концерт в Москве. Шумный пристроил нашу фотографию на обложку прикольной минской музыкальной газеты, и мы сгоняли в Минск. Шумный договорился о нашем участии в фестивале «Учитесь плавать», но вышел небольшой облом. В Питере нас поставили играть перед группой «Вабанк». Но после нашего выступления много народу свалило, и «Вабанк» играл перед полупустым залом. Александр Эвскляр осмыслил это событие и решил нас в Москву не звать. Шумный был засахарен. Однажды мы ехали в поезде, а горшок взял с собой из дома чай и сахар. Но маленьких пакетиков у него не было, и в силу широты натуры он взял большой пакет. Мало ли кто еще чаю захочет с сахаром. Естественно, мешок у него в сумке порвался. И горшок был в сахаре, и все его вещи в сахаре, и спящий внизу шумный тоже был в сахаре. Нифигово, чайку попили. А однажды шумный в один день спас целых двух апологетов панк-рока. После нашего эпохального выступления в Москве на панк-фесте вместе с группами Стрэнглерс, Тойдоллс, Тараканы, Наив и Ау приехали мы на Ленинградский вокзал, чтобы последовать домой, в Питер. А прямо на перроне лежит Андрей Панов по прозвищу Свин. Устал очень. Рядом стоит жена его, Оля, и не знает, что делать. Шумный не растерялся, кликнул на сильщика. Свинью погрузили на тележку и успешно закинули в вагон. Но, видя такой беспредел, проводник нашего вагона восстал и отказался пускать горшка, что было несправедливо, ибо он хоть и тоже был сильно уставший, но все-таки передвигался пока еще самостоятельно. Мы и так, и сяк, а проводник ментов давай вызывать. Экий жилоб попался, право слова. Причем денег у нас на всех, на одно мороженое хватит. Уж никак, не на еще один билет. И тут Шумный говорит, ладно, мол, я с ним останусь, что-нибудь придумаем. И остался. И придумал же. Сейчас как раз можно что-то хорошее про газету Фуз сказать. Шумный встретил на перроне Долгова, редактора из Фуза. Занял у него денег на два билета и благополучно довез горшка до Питера. Вот какой он у нас шумный. И самое главное, это был последний директор группы, который не воровал.